Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Команды играли на равных, хотя первый тайм Краснодар все-таки выиграл 1-0. Во втором лучше смотрелась причерноморская команда и результат на табло. Три безответных мяча побывали в воротах Совета, в дублем отметился Мамаев. После такой игры крылья остановились на девятом месте национального чемпионата. Мы играли против очень хорошей команды, наша игра была плохая, но это не от того, что мы не хотели, мы не смогли. Нам надо вернуть уверенность в себе, нам надо забивать, мы знаем, что можем играть намного лучше. В Самаре прошел четвертый международный турнир по настольному теннису на призы губернатора. 12 команд из разных регионов страны, Казахстана и Китая, боролись за главный трофей соревнований. Основные соперники – сборная Самары и китайская команда. В итоге гости завоевали бронзовые награды. Борьба была сложной, самарские соперники были хорошо подготовлены, я старался как мог. Мне повезло. Чемпион страны среди молодежи, третий на командном первенстве и призер в парном разряде. Этот год сложился удачно для самарской теннисистки Виктории Кандыбиной. На международном турнире на призы губернатора Самарской области третье место. Мастер спорта результатом недовольна. До этого она два раза становилась первой. Я играла плохо, не настроилась на игру, потому что в тот раз выиграла, думала, и сейчас так будет. Мастерство у ребят растет. Я сравниваю первый турнир. Сейчас уже играют, дети приезжают. Довольно-таки показывают неплохой настольный теннис. Самарская женская сборная в командном зачете выиграла турнир. В финале им покорились китаянки со счетом 3-2. Впереди у теннисиста командный чемпионат премьер-лиги, который пройдет в столице 63-го региона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.